У Владислава Тимошенко в этом году будет первый урок, как уже у практикующего преподавателя истории. Он из Тимошевска закончил Кубанский госуниверситет. Выбрал Анапу, потому что понравился город и люди. Само собой, море. Свою главную задачу видит в том, чтобы дети больше знали и любили свою страну и край. Коллективу встретил очень хорошо, все доброжелательные, все отзывчивые, готовы помочь. Я могу обратиться к любому преподавателю со своим вопросом, и они мне помогут, расскажут, объяснят все. Еще, что мне очень понравилось, так это то, что сейчас у нас проходит очень много семинаров по обмену опытом, где мы можем пообщаться, старшие коллеги расскажут какие-то особенности преподавания. В зале воспитатели детских садов, педагоги школ, техникумов, вузов. Исполняющие обязанности главы города Юрий Поляков поблагодарил их за труд. Все проблемы, которые есть, не сразу, но мы их будем решать постепенно, уверенно, качественно и надежно. На краевом уровне отмечают постоянный рост результатов работы анапских педагогов. Нас не может не радовать то, что результаты ЕГЭ в прошлом году в вашем муниципалитете были выше среднекраевых только по одному предмету географии. В 2017 году уже по пяти предметам профильной математики, биологии, химии, литературе и информатики. Кроме того, Анапа вошла в десятку лучших муниципалитетов в Краснодарском крае по предмету биологии. При этом нагрузка на школы и педагогов города-курорта остается достаточно высокой. С одной стороны, естественный перерост, с другой – миграция. Мы провели с вами оптимизацию. За это тоже благодарю вас. И это позволило 651 ученику учиться в первую зиму. Мы в этом году получили государственную экспертизу на строительство дополнительного корпуса начальной школы на 400 мест на территории школы номер 6. Я так понимаю, с 1992 года для Николай Университета у нас такого еще не было. Весь следующий учебный год мы будем проектировать школу на 1100 мест в Алисеевке. По поручению губернатора мы стали опорной площадкой по строительству типового спортивного зала средней школы номер 25. Государственную экспертизу прошел проект строительства нового спортивного зала для 4-й детско-юношеской спортивной школы, специализирующейся на единоборствах. Уже сегодня ее воспитанники занимают призовые места на соревнованиях, включая международные. Два воспитанника поедут на чемпионаты мира, а с этого учебного года планируется впервые набрать до 40 человек в секцию рукопашного боя. Очень много детей, у которых нет там, допустим, результатов в единоборствах, они вот хотят попробовать себя именно на таком рукопашном бою. Заместитель главы города Людмила Мурашова поручила проанализировать и осовременить программы образования станции юных техников и станции юных натуралистов. Это откроет возможность для сотрудничества с предприятиями. Дополнительное образование они рассматривают в отрыве от среднего, высшего и среднеспециального. В Анапском сельскохозяйственном колледже будут заниматься профориентацией школьников. При этом число учащихся в этом году увеличилось сразу на 300 человек, до 1400. Этот год мы объявили годом работы над качеством. Теперь качественный образовательный процесс. То есть задел мы сделали при помощи чемпионата WorldSkills и участия в других мероприятиях. Теперь будем уже, скажем так, на качество работать. В новом учебном году анапские школы встретят свыше 23 тысяч учеников. Сделать процесс их обучения безопасным, комфортным и интересным – общая задача власти и педагогов. Объединив усилия, можно стремиться к новым достижениям в сфере анапского образования.